Это Т-64 в модификации БВ, любимый танк Вячеслава Буланникова и, конечно же, Турмс здорового человека. Отсутствие теплачка, конечно, мешает, да, где-то в каких-то моментах, но зато боевой рейтинг на целую одну ступень ниже. Сейчас, на самом деле, 10-0 довольно приятно играется, попадает часто 130 очков возрождения, ну а 9-7, я думаю, еще даже и лучше. Сегодня в видео мы покатаем на довольно крепком танке с недомажущим снарядом 3бм-42, я на нем недавно катал, рандомит очень сильно. Надеюсь, сегодня будет все хорошо и, может быть, даже будет какая-то ядерка, но это не точно. Погнали! Не самая приятная вариация карты, которая только могла выпасть еще и зимняя, точка в городе и большинство танкистов туда просто едут. Да, тут будут какие-то смешарики, которые объезжают, чтобы просто пострелять в борт, надеюсь, они нас не постреляют и мы сможем их найти. Что касаемо самого танка Т-64БВ, мне он нравится больше, и если бы тут реально был тепловизор на 10-0, это был бы очень приятный танк. Он довольно крепкий, у него есть накладка на ВЛД, на стыке ВЛД-НЛД, что позволяет иногда танковать какие-то там боеприпасы. Ну, к примеру, от какого-нибудь 803-го или там XM-1. Так бы в НЛД залетело очень больно, но если попадет в пластину, пробития не будет. И довольно часто переживает попадание в ВЛД почему-то, не знаю. Вот Турмс, он прям легко отлетает. А 64-ка, может, то, что она какая-то такая узенькая, и поэтому танкует где-то там, где не должна. Танкиста какого-то победил XM-1. Это был супер. Ну, я не знаю, успеем мы доехать или нет. Нет, хотелось бы. В следующем видео планировал сделать на XM-1. Я на нем как-то покатал на стриме, и дамаг меня прям порадовал. Обычно 735-й снаряд делает лишь попадание и очень плохо дамажит. Но я на нем скатал три боя, и в двух из них были ядерки. Причем удачно сброшенные. Да, урон был тоже смешной где-то местами, но его было намного меньше, чем раньше, когда я на нем катал. Если вот, наверное, брать XM, это самый, наверное, мой непопулярный танк, на котором я практически никогда и не играл особо. Я как на нем не поеду, моя жопа начинает возгораться моментально. Так, какой-то заблудший танкист на Векстре. Кусты я и не взял, поэтому тут надо аккуратненько что-то кого-то разглядеть. Может, тут вообще никого и не быть, на самом-то деле. Я же говорю, они все в городе. В город ехать это ошибка. О, один есть. Я нечаянно переключился на ПТУР, и этого не заметил. Капец, я овощ. Обыкновенный танковый. Ну, это визуальный баг опять. Как будто бы я пытался зарядить снаряд, но он не зарядился. Но вылетел нормально. Да, это чисто визуальный баг. Казеночка. А, он без казны. Надо падать вниз и попробовать закрыть Эксэма. Ой, не Эксэма, а АМХ-3. Или какой-то 32-й был. Или 40-й, я чуть не понял. Так, но ему было больно, и, собственно... Снаряд исчез. Я же прямо в него выстрел, алло. Сквозь него как будто бы прошел снаряд. Да. Ну, это прикольно, конечно, да. Очень даже. Ладно. Что тут, как бы, стоит взять и умереть прямо на респауне? Давайте возьмем, где-то постоим, попробуем. Просто забобрят сейчас. Там он бомбы скидывает очень... Хорошо так. Ну... Можно, конечно, сказать, что я не попал. Но на самом деле там было попадание. И снаряд просто прошел сквозь танк, как будто бы. Ну ладно, может какой-то рассинхрон серва. Случился. Ну, неприятность, да. Неприятно. Можно было закрывать спокойно. И не умирать. Очень плохо, что вот так вот приходится прокатываться. Кто-то в городе был. Причем там было нормально народу так. Сейчас посмотрим, может, найдем. Может, найдем кого. Ну, тут, скорее всего, меня найдут быстрее. Давай сюда. С горящей жопой. Там непонятно. Вот с респа выходишь и все. То есть, это была ошибка, конечно, резаться. Но я так, чисто для себя. Может быть. Нет. Какие-то еще киллы дать. Ты даже тут не увидишь, откуда тебя простреливают. И летит просто ото всех сторон. Отовсюду. Плюс фраг. Вопрос, кто по мне накидывал до этого? Может, его, кстати, победили уже? А может, и нет. Ну, ладно. Четыре кильчика есть. Можно и поесть. Пока что я танканул, одно попадание и не сдох. Я одно не танканул и сдох. Сверху КПЗ-шка, да? Но это вроде как простреливается. Рикошет. Ладно, здесь холмик есть какой-то. Можно тут постоять. Опять же, до первого самолета? Лучше бы выстрелил. Был бы фраг. Теперь КПЗ-ха. Кстати, она сдохла. Ну, ладно. Какой бой, блин, долгий, капец. Тут, конечно, есть шанс на камбэк. Настолько мизерный. Еще там кто-то в городе. Город нет смысла ехать. Танкисты стоят за каждым углом. Заднего хода нет. Ты заезжаешь в ближний бой. Один выстрел, и тебя тут же разменивают. Нифига там джекичанов у нас в команде на зенитках. Так, ну, пока что 4 кильчика. Хотелось бы сделать еще парочку. Вот это вот было интересно, слушай. Это какой-то союзник стрелял? Или это противник стрелял вот отсюда? Как будто бы летело очень неприятно. Ну, вряд ли это этот был. Не видно. Так, ну ладно, уже 5. Уже чуть-почуть пошло. Как вариант, может кто-то объезжать. Но объездунов я не видел. Уйти через город. Попробовать принять кого-то. У них тоже не так много осталось народа. У нас просто, типа, 3 зенитки. И на этом, как бы, все. Но лучше, когда у тебя дистанция, и ты накидываешь степам, которые просто едут. Урончик, вы сами видели, он то ваншот ставит, то минус 2. Ну, тот же Лёпик, считай, с двух отлетел. А вот меня и кто-то прострелил. А, этого... Ну, вот спину чел объехал, получается. На кумулях. Ладно, погнали дальше. 5 фрагов это, конечно, сильно. Но не так, как хотелось бы. Тут какой-то танк. Он, блин, тедашку поставил. И это плохо. Теплачка-то нету, просветить не получится. Какой-нибудь танкист может спокойно нас обвести вокруг пальца. За счет этой тедашки. Нет, это был страйкер. И еще один. А как он меня не заметил? Актер, получается, подыграл. О, снизу народу вообще тьма. Там просто жесть. Так, у нас тут, как бы, такой вариант. Смотрите, мы можем здесь остаться. Но пока мы тут будем стоять, те, кого я убил, еще раз приедут. Ну, консольщик какой-нибудь, может, не приехал бы. Но вот эти танкисты, которых я победил, они уже должны, по сути, ехать сюда. И мне надо занять позицию. Желательно вот эту. На ней можно будет накидывать по этим танкистам, кто тут стоит. Ага, приехал. Не знаю, что это. На бродлю похоже. Она самая. Ну, да, нет, это бродля. Нет, это не бродля. Блин, проехал, да? Так, хорошо. Жираф был. Огонь артиллерии. ВФМ это не соперник вообще. О. Вроде победили. На зимней карте так ужасно плохо контакты находить. По крайней мере, мне. Прям вообще неприятно. Так. ВЦЦ 86а, да? Капец, как тут все неприятно. Командир-научик трансмиссия, да? А, непривод наведения выбил. Сюда. Супер танк, супер зенитка. Конечно же, ваншот у меня. Да, тут переиграли жестко. Ну, можно второй пик взять, я думаю. Нас хорошо кинуло. Артой закидали, вообще непонятно было, кто кого там стреляет. Они по-любому наверх уйдут. Опа, подожди, вот это вот интересно. Что ты тут делаешь? Командир-научи гусеница. Я приехал, прям на респаун. Ну, халя на киллу. Здесь вот уже повеселей, да. У нас команда что-то живет хорошо. Нет, нормалек. Кайфу прям играется. То есть, я на этом танке, когда играю, я не боюсь, что я ваншотнусь. А вот, когда ты на Турмсе играешь, у тебя прям какой-то страх, что любое попадание по тебе это ваншот. Ну, по крайней мере, у меня так. Типа, вот сейчас я выйду, точно ваншот. Здесь, но она может как-то танкануть даже. Так что, на мой взгляд, эта машина намного лучше Турмса. Даже без теплака. Сзади ход, конечно, грустный, но он везде грустный. Получается, не шагу назад. Так. Кто-то птурит с той стороны. Это либо вертолет. Либо какая-то птуровозка. Я не запомнил, кто там проезжал, когда меня убили. То есть, зенитка, да. Еще кто? Непонятно. Так. Ну, 2К в кого-то стреляет. Значит, на углу кто-то есть. Так. Я немножко не понимаю, откуда стреляет. Сверху, что ли? Ну, походу, да. Вот отсюда. Он два раза по мне выстрелил. И я два раза не понял, кто это был. И откуда. Это жестко, блин. Спрячутся седунцы за камнями. Попробуй найти их еще. Ну, вот это уже, наверное, ближе к брыдле какой-нибудь. А это мага был снизу. Блин, на ядерке тут, конечно, далеко. Вау. Ой, блядь. Страйкер, страйкер. Не надо, дядя. Есть. Повезло. Пока он там танцевал. Так, ладно. Должен дублера взять? Ну, или что-то такое. Может, через правую сторону объехать. Как это сделали те два танкиста. Тогда будет плохо. Ну, он там стоит. Пулеметит. Это М-60, походу. Заряжающие. И БК выбил. Но он уедет. Можно поддавить. Там ему еще казну повредил. Это для меня конец будет. Стоит ли оно того? Или еще можно какие-то минуса дать? По звуку вообще непонятно. Догнать. Не надо догонять. АМХ сдох. Он сейчас рестнется. Ну, тут остается просто ждать. Если бы они не сдохли, то, может быть, я бы и заехал. Надо до Иксэма вернуться. Иначе беда будет. Ну, тут откуда-то отсюда выползет. Там вон борьба за очко идет. Так, я слышу танкиста. Он хочет выехать. О, родился. Ты дашь очки не хватает. Но она есть. Только ставить ее нет смысла. Потому что ты сам в ней потеряешься. Бедолага на Абрамсе. Симулятор ремонта устраивает. Но его может закрыть со спины. Давайте попробуем. Турм сейчас сдохнет на респе. Сто процентно. Там без вариантов у него. Еще подсвет такой неприятный. Абрамса надо бы доесть. Это вот этот тип. А, нет, это другой тип, слушай. А, нет, он. Все правильно. Да, доели. 12 фрагов. Давайте еще, наверное, парочку боев. И будем уже, наверное, подытоживать. Как я и говорил в начале видео. Нормально закидывает БР. 9-7. Каждый бой почти 120 очков возрождения. Ну, то есть мы играем 9-3-10-3. То есть вот этот БРчик. Да, тут еще 9-0 бывает. Какие-то танки встречаются. Но это очень редко. 8-7. Еще ни одного танка замечено не было. Ну, это было бы, конечно, такое. Прикинь, на 8-7 играешь. У тебя 64 БВ. Который ты пробить нормально не можешь. Она тебя в силуэт. Шпок. Я есть камень. Я должен быть камнем. Это Челленджер. Чего? Пол орудия? Одно. Выстрел в одного, попал в другого. Интересно. Ну, они упарываются на точку зачем-то. И вот я тут опять один остался. Там Челленджер стоит. Или стоял. Непонятно. Ладно. Хочу спуститься. Тот-то там был на простреле. Ну, автомат заряжания испарился тут же при пробитии. Стрелять мы уже больше не могли. Ладно. Сегодня у нас не все так гладко. Так что берем дублерчика. И ок. У нас сегодня все на дублерах. Первым пиком немного заходит. Два-три фрага и сдох. А вот вторым уже посерьезнее. Может то, что аккуратнее начинаешь играть. Непонятно. Но фраги мы главное делаем. И это уже хорошо. Они на Б еще с толпой войдут. Тут-то, наверное, нет смысла подниматься. Хотя, С забрали, объехали. На Б нет смысла заходить. Нас прострелят. И все. Будет печально. Тут хотя бы можно что-то как-то засейвиться. Аккуратненько проехать. И пострелять. Да, есть вон крышки, которые сидят. И охраняют точку. Но КПЗ это не такая страшная машина. Тем более с ее-то уроном. Вот. Получается, два раза нас КПЗ не пробило. Боеукладка. Две боеукладки. Так, ну этого надо доедать. Хорош. Вот еще взрывались бы они. Ну, он вообще без боеукладок. Хреново. За камень встанем. 15 секунд тут с точкой. Я заряжен. Ну. Может быть. Эта штука вообще без боекомплекта. Должна быть. Надо хоть добить фраг. Что, застрял в него что-ли? Куда он покатился-то? Могу убить, если... Он не хочет умирать. Да. Вот это прикол. Не, ну бежать за ним... Сломя голову, это ошибка будет. Шесть кильчиков. Где-то здесь, наверное, надо отстать. Танкисты такие мстительные. Они, я думаю, еще раз приедут. Возможно, чем-то послабее. Может, там какой-нибудь будет. Едет. Отсюда будет выходить. Это там. Я угадал? Или бегля? Что-то из двух. Это бегля. Я думал, на самом деле, тамчик какой-нибудь приедет. Типа 8-7. Ждем-с. Блин, дистанция до точки мешает, конечно, сильно. Бегля, скорее всего, меня слышала. А может, и не слышала. Как будто бы где-то вот тут вот он стоит. Вряд ли там какой-то ваншот будет. От арты. Я вообще не верю в арту. Со мной она очень плохо. Как-то. Контактирует. Я ее сколько не кидал. Она убивала только открытые сау. Какие-то. Но меня на ваншоте дают вообще стычки. Особенно, если консольчики кидают. Так. Кьюена победили. Обезумевший анус. Заникли мы. Анус, блин, столько впитал. Какое-то железобетонное очко попалось. Так. Ну, хорошо. Может быть, последний бой первым пиком мы нормально постреляем. Пока что не получается. Вторым, да. Первым нет. Ну, хотя вторым я делаю не особо больше, чем первым. То есть, там на фраг всего лишь. Если первым мы даем минус два, минус три, то вторым. Может быть, минус четыре. Все равно это маловато. Надо аккуратно играть на этом танке. Он может какую-то ошибку простить. Но, все равно, лучше не делать так, чтобы по тебе хоть кто-то пытался как-то накидывать. Автомат заряжания отлетает только в путь. И все. Ты уже без трусов. Стрелять не можешь. Ничего не можешь. Получается нерв. Давайте ластецкую. Ну и куда же без сражения в нашей уникальной игре. Карта Аральское море и очень классный режим сражения, на котором максимально долго длится бой. Потому что разработчик всячески пытается затянуть танкистов, поиграть подольше. Но подольше это не всегда интересно. Если бой был бы динамичный какой-то, то да, подольше было бы, может быть, и классно. Но, в случае с Вар Тандером, бой максимально затягивается. Ты основную часть времени просто катаешься и ищешь каких-то танкистов. Вот, собственно, и весь геймплей. Ну вот, смотрите. Сейчас я вам покажу уникальный геймплей. Вы могли видеть, как я арестился, как я поехал и как я приеду. И, ну, как бы геймплей для нас закончится. Так, все. Они стоят где-то тут. Возможно, в низинке. Потому что Беттер проехал ни в кого не выстрелив. А мы с вами доезжаем до позиции. Вот он А. И все. Вот и геймплей. Я спокойно через центр проехал. Было бы это превосходство или захват на точке Б, я бы не смог так проехать. Вообще. Меня бы сразу наказали. А теперь я просто с респа выехал, проехал прямо, занял топ-позицию. Все. Никакого сопротивления. Да, вы можете сказать, что это там супер-изи. Доехал и все, и фармишь. Мне бы так. Но это настолько скучный геймплей, что нафиг он нужен. Ну, так как это видео, поэтому мы с вами катаем, фармим танкистов. Вот они едут, а мы их фармим. Ну, было неприятно. Наверх поднимешься. Ну, это просто рыбалочка. Все. Вот еще один танкист занял позицию. Все. Очень интересно. Ну, это лучший геймплей in the world, согласитесь. Почему не сместить точку сюда и вот сюда? Вот почему нет? Надо поставить точку здесь, чтобы ее невозможно было захватить, потому что с респа будут простреливать. И поставить точку здесь. Все. Все. Что ты себе позволяешь, танкист? Ты думал по мне стрелять? Как ты посмел? У меня тут рыбалка идет. А ты как-то умудрился еще приехать и пострелять. Ам-ам, танкисты. Все. Best gameplay in the world. Ненавижу режим сражения. Мечтаю, чтобы его вообще вывели из игры. Очень интересный. Ждем дальше. Страшный, получается, сон Джона. Вот этот последний бой. Мне кажется, он бы с пеной у рта плевался. И писал. Спавн кемпер. Спавн кемпер. Жестко спавн кемпишь. А как не спавн кемпить, если разработчик сам делает такие режимы? Где ты можешь просто проехать прямо через центр карты, занять топ-позицию и фармить типов на респе. Тут вопросы не к тому, кто играет так, как ему нравится. А тот, кто позволяет играть так, как ему нравится. Ну, мап-дизайнер, к примеру, или кто там занимается режимами. Я не думаю, что чувак, который делает карту, и тот, кто делает режимы War Thunder, это один и тот же. Скорее всего, нет. Потому что на большинстве картах как будто точки от балды стоят. Просто. О! А давай здесь поставим. А давай. Вот тебе и новый режим сражения. Можно придумать целую кучу интересных режимов. Но мы с вами играем в это. 10 фрагов. Могло быть бы 11. Есть еще справа какой-то. Можно приехать. А, он сдох. Самолет улетел. Или нет? Нет, вот он. И за счет него он там валялся. 11. Да. Ладно. Я думаю, здесь вряд ли уже что-то будет. Давайте чуть подытожим тогда. У нас есть время. Что могу сказать о танке 64 БВ? Играется приятно. Я играю днем. Записываю видео днем. И получается, попадаю в каждый бой 120-130 очков возрождения. Были бои, где я попадал на дно списка. Но там на самом деле не особо-то как-то и бой меняется. На 10-7 танков практически нет. Если ты попадаешь на дно, то это все танки 10-3. Вот и все. Леопарды. По леопардам плохо находят урон. Вы сами видели, как залетает. Где-то надо 2 раза стрелять, где-то 3 бывает. Не супер стабильно. Первые леопики, конечно, в силуэт отлетают. А вот вторые, да. Урон 3БМ-42 рандомен. Он особо-то и не славился никогда супер уроном. Ты вроде стреляешь. Может, прям еще по кайфу быть. А где-то в ненужный момент он поднастрет. Так что ты станешь уже жертвой. По броне башня держит. Если нормально закидывают в каток куда-то, то это ваншот. Но какие-то попадания переживают. На мой взгляд, лучше Турмса. Тем, что он 9-7. Да даже если бы он был 10-0 и с теплоком, было бы даже лучше, чем Турмс. Он какой-то такой маленький, НЛДшечка прикрытая. Я уже говорил об этом. И все по кайфу. На мой взгляд, самая достойная машина, на которой можно играть с удовольствием. Ну, немножко свойственный геймплей, конечно. На мой взгляд, самая нормальная машина, на которой можно катать в удовольствие. При соблюдении каких-то определенных правил, да. Что ты не слишком сильно зарубаешься вперед. И едешь где-то все-таки дистанцию держишь. И что-то как-то там накидываешь. Вы пишите, что думаете о 64 БВ. Как вам эта машинка. И считаете ли вы ее лучшей среди каких-то там 72 в Арсандере. Ну, а у нас какой-то тип реснулся. Который, конечно же, меня ваншотнет. Нет? А тогда я его ваншотну. Также в описании под видео есть ссылки на дискорд. Телегу ему, рефералку. Перед я купившую по ней, вы тем самым меня поддержите. Скидку получите, а также мою наклейку. И сейчас, кстати, уже готовится рефералочка для Пиксель Шторма. Для тех танкистов, кто перешел на Ру Регион. Я же сегодня играл и получал какое-никакое удовольствие для вас. Поэтому, если видосик вам понравится, поддержите его лайком, подпиской. Ну и, конечно же, я продублирую его на Рутуб. Если вдруг вы не справились с замедлением Ютуба, то можете посмотреть его там. Жду вас всех на стримах, твич в описании, Ютуб. У кого работает, пожалуйста, смотрите на Ютубе. Увидимся вечером, будем играть, нагибать. Ну и, конечно же, деградировать. Что же еще делать можно в Ара Тандере? Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok